Как у тебя любовь с победительницей этого проекта? Видите, как всё серьёзно здесь. Я как в космос. 28! А дальше мы должны поцеловаться. Всем привет, мои хорошие! Я начинаю новый влог. Сегодня у нас будет начало влога. Это моё преображение, потому что сейчас я не накрашена. Я только проснулась, ещё не допила даже первый стакан кофе своего. Значит, сегодня у нас будет уход. Сегодня у нас будет тонировочка. Мы будем в наш уход внедрять тонировку. Уход испанский. Мне позвонил Михаил Миша Вуд. Может быть, вы его помните. Пригласил на процедуру, которую он привёз из Испании. Классную, короче, какую-то. И заодно меня протонирует сразу. В общем, а сегодня ещё вечером день рождения у Полины Бонд, у блогера. И сегодня у нас девичника. Она собирает всех девчонок. Поэтому как раз так всё совпало, что я еду к Мише сейчас. Он наведёт красоту мне на голове. У меня как раз волосы уже, видите, такие вот. Прям не буду сейчас мыть ничего. И прям поеду к нему. Сейчас накрашусь. Выберу, в чём я пойду уже на день рождения. И на такси уже буду разъезжать там-сям. Потому что мы сегодня тусуем вечером. Сейчас накрашусь. Та-дам! Вот я чуть-чуть прикрасилась. Губы сейчас накрасила блеском. И поставила звёздочку. Смотрите, в прошлом году Полина такая звёздочка была. Интересно, в этом году она сделает? Не знаю, а я сделала. Мне понравилось. Это такая печать из Фаберлик. Сейчас покажу. Ой, где я её положила? Ужасла была. Вот она. С одной стороны фломастер, которым мы можем подводить стрелки. А с другой стороны печать. Такая звёздочка. Можно её одну поставить. Можно с двух сторон. Можно три вот так поставить. Но я вообще его возьму с собой. Потому что я буду ещё долго сейчас ходить. Пока мне будут голову мыть, укладывать. Возможно, эта звёздочка уже сотрётся. Поэтому я возьму с собой. Что поставлю новую? Я тебя сейчас сниму. Меня в трусах. А ты почему в трусах? Это от нас? Мама Чули у меня в гостях. Смотрите. Всем привет, девочки. И сразу камеру хватает. Я хочу тебя снять. Я в трусах. Ну подожди, давай вот так. Я спрячу свои труселя под стол. Ну давай. Привет всем. Вон она, киска там у нас тут. Да, я киска. Да, она вот над головой. Подожди, я так сниму, как будто она у тебя на голове. О, блин, как здорово. Вот видите, мама тут издевается над мной. Ну что, мои хорошие, я привела себя немного в порядок. Губную с собой возьму, пока увлажняю губы. Решила сильно не вырежаться, поедки там и всё такое. Главное, чтобы мне было тепло. Это всегда важно. Потому что, может быть, мы ещё потом... Ну, сейчас я на такси буду разъезжать туда-сюда. Где-то придётся пешочком, может, пройти, да. И, в конце концов, может, мы куда-то ещё и пойдём. Мне должно быть удобно. Удобная обувь, удобная одежда. Вот. Вроде нарядно. Ещё волосы сейчас в порядок приведут. И буду красотка. В общем, я решила одеть вот это платье своё. Одену боты свои новые. И всё. Пальтишка и помчала. Сейчас сделаю себе кофе и выезжаю. Девочки, ну что, я приехала к нашему мастеру-ломастеру. Вы помните? Миша, да, тысячи проектов. Как, кстати, вот я же ехала, чтобы спросить у тебя, как у тебя любовь, вот, с победительницей этого проекта. Любви нет. Вы без любви живёте, да? Ладно, давай лучше про волосы. Давай про волосы. В общем, Миша предложил мне обалденный какой-то уход. Расскажи, кстати, что за уход ты будешь делать? Да, мы сегодня сделаем плазму для волос. Это что-то новое у нас в Ростове нет, да? Это новое. Я привёз с Испании. Да, эту процедуру. Эта процедура у нас вообще новинка в Ростове. Восстановление десульфитных связей. Короче, я тебе восстановлю волосы изнутри. Супер. И ещё сказал, вот что-нибудь с цветом мне сделает, да? Только ещё ты пока не решил. Честно, мне не хочется делать что-то с цветом. Но надо. Тебе нравится, да? Да, ты прекрасна. Не надо рассказывать. Давай что-нибудь притонируем, блин. Ну, что-нибудь сделаем, да. Сначала мы начнём сейчас плазму делать, а потом тонировку. В общем, пока Михаил ваяет, вот смотрите, до... Ну-ка, подержи. Я покажу до, как следует. Пока научишься, да? Да. Вот, смотрите. До. Что у меня здесь спереди, сзади, да? Ну, и в общем, во что превратит меня Михаил. Это мы увидим дальше. Первым делом Миша положил меня в раковину. И сейчас он будет использовать шампунь, в составе которого входит какая-то бриллиантовая пудра. Она очень хорошо очищает кожу головы и способствует росту волос. Так, теперь Миша нанёс мне плазму на волосы. Плазму, представляете? Я сразу представляю какую-то красную плазму, но я не видела. И будем греться 10 минут примерно. Я как в космос. Девочки, вот я одна такая, знаете, намотаю, когда там на голову полотенце какое-нибудь или тюрбан, как это называется, да? Вот сейчас Миша мне намотал на голову, я смотрю, как красиво смотрится с моими серёжками. Надо что-нибудь такое мне придумать, да? Образ. По-моему, очень даже. Так, сейчас Миша посушил мне немного волосы, посмотрел, что у меня с цветом. И вот плазма – это такая процедура, в которую можно вклинить, то есть её можно делать самостоятельно, а можно вклинить окрашивание, тонировку. Вот. И, в общем, Миша тут что-то подумал, покумекал, пошёл что-то намешивать. Секретные ингредиенты свои. Вот. В общем, посмотрим, что за цвет будет. Так, девочки, сейчас мне Миша нанёс корень. Значит, мы делаем холодный оттенок, я решила холодный, потому что дома что-то у меня не совсем получается его сделать, у меня что-то всё в теплину уходит. В общем, как делать профессионалы? Вот я всё беру и крашу, как ленивый человек, всё беру и крашу просто одной краской, всё вот так вот подряд, да? Ну, там, с корней начинаем, да, и потом по длине протягиваем. Как делать профессионал? Сначала он мне нанёс один состав, один цвет на корень. Сейчас пройдёт какое-то время, потом он мне нанесёт дальше на вот эту часть уже, другой какой-то цвет. И третью это на концы, вы понимаете? Вот прям интересно, что получится, но вот я, конечно, дома так делать не буду, это слишком сложно для меня, поэтому у меня... Ой, интересненько. Так, крошки мои, всё, видите, нанесли, значит, раз там на корень, на этот всё, и сейчас мы уже чуть-чуть, там, минут 5 осталось, и мы пойдём смывать. Будет, мне кажется, у нас какой-то градиент даже, да? Не видим мы такой плавный, мягкий. Но суть в чём? Смотрите, как красиво. Вот сейчас у меня голубой отлив такой, голубо-фиолетовый, по-моему, очень красиво. Я даже Мише говорю, говорю, Миш, а что если меня в такой покрасить прям, да, вот цвет клеёночки нашей? Мне кажется, мне пойдёт прям такой супер-холодный, знаете, такая снежная королева. Да, моё. Вот я смотрю и понимаю, что моё серое, вот что-то такое, бело-серое, серебристое. Мне кажется, когда я буду седой, я краситься не буду. Ну, если полностью 100% буду седая, я и так оставлю. В общем, жду не дождусь, результат очень хочу посмотреть. А сейчас мы идём смывать волосы, и потом Миша будет, короче, наносить. Смотрите, какое средство. Я не знаю, как это называется, но тут что-то золотистое, прям золото. Это нужно делать быстро, прям сразу он что-то разведёт. Как это называется, Миш? БТХ. БТХ. С золотом, да? Да. И это вот как раз вот сразу после. Говорит, волосы приобретут плотность. Говорит, не пугайся, если ты их будешь сушить больше на 2 часа, и рука не пролезет в густоту. Я говорю, я только за. В общем, сейчас помыли в неё голову. Сейчас будем наносить вот это средство. Разбавить его надо с водой тёплой, шприцом что-то там будет делать Миша. Видите, как всё серьёзно здесь. Шприцы. Инъекции просто. Красота. В общем, снова Миша надел, надел, надел мне шапочку. Вот, и сейчас 20 минут мы сидим с этим составом на волосах. Ну, а потом мы увидим цвет. Там ещё сушить надо определённо как-то. В общем, я же вся в нетерпении. В общем, сейчас Михаил обдал меня холодной ледяной водой, для того, чтобы кристаллизовались там какие-то кристаллы на голове. В общем, будет сушить, говорит, сейчас согреешься под горячим феном. Итак, девочки, всё, меня посушили, поворачиваемся. Я ещё ничего не видела. У меня Миша далеко от этого. Подходим к зеркалу. Та-дам! Смотрите, что получилось. Кончики светленькие. Корень отличный. Ну, вот это похоже на холодный беж. Ой, красота, красота. Ой, ну красиво, мне нравится всё, мне нравится. Теперь мне надо спросить, какие краски ты использовала, для того, чтобы попробовать дома повторить. Не повторить. Спасибо, Миша. Ну, профессионал, профи. Мне всё нравится. Супер. Волосы, кстати, после процедуры мягенькие, очень. Ну, это чувствовалось ещё, когда только первый состав, на самом деле, нанёс Миша, уже были мягкие, классные волосы. Стали чуть плотнее, живые прям все, как будто натуральные мои, знаете. Ну, всё, теперь я вся нарядная, могу идти к Полине на день рождения. Огнище, натурально, как я и хотела. Так, смотрите, Миша мне подарил ещё уход специально после этой процедуры. Тут маска и шампунь. Вот. На основе чёрный икры, говорит. Ну, вот, в общем, чтобы процедура держалась ещё дольше, вот такой вот специальный уход. Будем пробовать. Лакшери написано, как я люблю. Так, ну что, я собралась, вот такая вся красивая. Всё, Миша, спасибо. Кстати, Миша сказал, что чуть что в блондинку меня превратит, да? Да, да. С красивой растяжкой. Да, как только я буду готова к блондинке вернуться, то к Мише пойду. Всё, пока. Та-да! Так, ну что, я уже подхожу к Полиночке. Смотрите, какой букетик я ей подготовила. Весна, после чего-то нежного, и я вот увидела этот букетик, сразу подумала, что шикарно будет. А я, представляете, иду ещё не одна у Полины. Вот доставка цветов. Стучить. Та-дам! Не ожидала, да, кто-то здесь тебя ещё поздравляет? До свидания. Это Ангелина! Потому что она здесь тут и попала. Ой, как у вас тут красиво, дорогая. Поздравляйте, вот конвертик вот там вот. О, спасибо. Не потеряй. У меня же не везет. Да, я подумала, весна скоро что-то. И цветы мне. Я тоже сегодня такая буду делать. Супер. С днём рождения, моя. Дорогая. Всё, раздеваюсь, уже прохожу, там уже кто-то сидит. Так, смотрите, Полина хозяюшка. Тут красоту какую-то она вела. Я, кстати, не первая и не последняя. Пожалуйста. Тут уже девочки. Ожидают. А смотрите, какая красота. 28. Смотри, вторая цифра, а у тебя 82, да? Знак бесконечности. Восьмёрка класс. Смотрите, какую она зону прикольную сделала. Мы здесь будем фоткаться. Молодец вообще. Посмотрите, посмотрите. Вот они, крошечки девочки. Платье какое шикарное. Леопёрд. А тапочки. А тапочки. А тапочки. Класс, разрез. Ой, я голодная сегодня, ничего не ела ещё. Ой, не умнёшечки. Заковилась. Прицелами камер. Давай, первый канал вещает. Подождите. Эля поднимает тост. Сейчас куча камер. Полина камер здесь поставила, я сейчас вот открою. А меня не видно. Я вот здесь снимаю. Сегодня у нас Полина день рождения, и девочки предоставили мне тост, сказать, и понимаете, вот чтобы вы понимали, что у нас камера. А вот старая камера говорит, говори, говори, говори. О, Катя, давай ещё. Катя давай, чтобы... Так, Полиночка, дорогая ты наша девочка, поздравляем тебя с днём рождения. Пусть тебе всегда будет 18, и не больше. Что я тебе хочу пожелать? Хочу пожелать тебе женского счастья, чтобы ты была в гармонии сама с собой, чтобы ты была счастливая, любимая, самодостаточная, ну, оставаясь такой же красивой, яркой, бесподобной. Всё, давай, за тебя. Ура! У нас беззвучные эти стукали, да? На ложечку. Чин-чинь. А, ну да. Алина послала выбирать какое-то платье, потому что у нас будет фотосессия, а так как я после салона красоты, я не стала брать ничего. В общем, сейчас буду выбирать, в чём я буду фоткаться. Девочки, смотрите. Оля мне дала какой пиджак для фотосессии. Я, в общем, сегодня буду красоточка. И ещё обувь дала мне смотреть. Класс. Ну да, чтобы я красиво встречала день рождения её, а то пришла вот это вот в домашнем платье. Ура! Ура! Нато с голой жопой ловит шарик. Да, я, я это, твою задницу не снимаю голую. А зря? Прошли, как пили. Да, мы, Полина дала нам задание снять шарик. Вот, нато. Две блондинки сцены. Нато пили. Ну, какая ты блондинка, а ты розовая. Ну, я крашила, я понимаю? Давай, я речь, я говорю, Нато, давай речь. Закрутила и просто резко, и второй рукой ловишь. Давай, раз, два, три. Можно я не смешиваю? Дай у меня подушку, я его нахожу. Вот, крути. О, давай попасть в стене. Это какой-то квест? Нет, 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 зараза. Я тоже хочу попробовать. Мне кажется, у меня сразу получится. Мне кажется, это очень легко. Да? Да, я сзади ее, да. Смотрите, ракурс. Ой, тихо, тихо. Давай я попробую, Нато. Все, ты уже лимит свой исчерпала, слезай. Прошло полчаса. Прошло три дня. Прошло три дня, да. Смотрите, смотрите. Ай, зараза. Сделала это. Ну, ладно. Молодец. Да, упрямая. Ты овен? Да. А так и не скажешь. Я думала, ты близнец. Нет. Ну, я овен близнец. Да. Как классно. В смысле? Спортал. Бля, клево она делает. Какое колечко. Ну, давай. А я буду, я снимаю, как бы, Элю. Или такая. Сейчас, подожди. Подожди, подожди. Подожди, правильные кадры. Подожди. Подожди. Да, заново. Подожди. Готова? А это далеко, а это не там. А дальше мы должны поцеловаться. Давай загадывай, Ланя. Я уже загадала, Ланя. Ну, загадай. Подожди, подожди, подожди. Подожди. Готова? Да. Раз, два, три. Молодец. Ну что, крошки, мы потусили, одеваемся. Как тебе, Полин, твой день рождения? Мне все классно. У нас такой день рождения получился. Душевно. Веселый. Надо забирать меня. Да. Как мне Софья говорит, самых симпатичных девочек ко мне. Как это я хотела сказать? Добросят. Вот, добросят. Эй, там. Добро. Так классно посидели, спокойненько вообще. У нас тут релакшери. Релакшери. Спокойно. Релакшери. Видите, мы все трезвые, вы посмотрите. Ласки-чмавки. Ну, блогеры такие слишком много. Нельзя снимать, поэтому мы. Да, мы все трезвые. Тут у нас релакс музыка. И вообще душевные-задушевные женские беседы. Короче, так, девочка. Одеваемся, выходим домой уже. Все, крошечки, девочки, зайчики, красоточки. Мне приятно было познакомиться с кем не знакома. Да, тебя рада была видеть. Увидимся. Все, пока. Все, с тобой целовались. С тобой целовались, уже хватит. Сиди. Не ткай, не тут лазь. Да, ничего не забыли, не знаю. Ну что, мои хорошие, я дома. Заканчиваю влог. Мне кажется, он был достаточно насыщенный, наверное, сегодня, да. Ну, здесь больше мое окрашивание. День рождения Полины. Я наслаждаюсь своим цветом волос и качеством своих волос. Просто сегодня весь вечер, да, потому что под вечер мы закончили. Все просто. Куча комплиментов от моих девочек по поводу цвета волос, по поводу блеска волос. Мне делают комплименты. И плюс еще в сторисах, когда мы снимали день рождения, даже мне Полина показывала, что вот пишут, какой красивый цвет, такой же хотят. Так что все нам удалось сделать, очень круто. И я наслаждаюсь прям собой, честно. Я наблюдаю свои сторисы, прям фотографируюсь, прям кайфую от своей стрижки и от своего цвета волос. Забыла спросить у Миши, чем он меня красил. Так что надо будет завтра встать ему и написать, чтобы он мне написал номера, чем он меня красил. Вот. Буду пытаться повторить. Ну, а если я не повторю, я просто люблю экспериментировать, то поеду к нему краситься снова. Вот. Обалденный уход. Вот. В общем, я очень довольна. Спасибо Миша еще раз. Я ссылку на него, кстати, оставлю под видео, девочки. YouTube, кстати, оставлю проект. Кто помнит, кто не смотрел, в проекте, где я участвовала ведущий, наш ростовский холостяк, я оставлю ссылочку на этот YouTube. Вот. Заходите, подписывайтесь. Вообще Миша собирается завести свой канал. Я тоже жду, чтобы был этот канал. И он там планирует рассказывать очень много полезного для нас, для девочек. О правильном уходе, как вообще, какие там салоны и процедуры, как влияют на самом деле на волосы. В общем, очень много полезного контента. Вот. Ждем, не дождемся. Но это будет его, наверное, канал, я так думаю. В общем, я на канал ссылку оставлю. В любом случае, узнать его поближе можно будет, вот, посмотрев проект, кто еще не смотрел, и заодно, как я там в роли ведущей была. Вот. Вот. Ну, его инстаграм обязательно оставлю. Я говорила, не говорила, я, наверное, здесь не сказала еще. У него 13 февраля, девочки, 13 февраля будет бесплатный мастер-класс по подбору цвета. То есть, как правильно подобрать себе цвет волос. Вот. Мероприятие в салоне проходит, проводит его Миша. Можно задать там любые вопросы по поводу цвета, ухода, все что угодно. Вот. И там розыгрыши всякие, подарки, призы. В общем, бесплатно можно приехать и прекрасно провести время с пользой. Для себя, любимой, послушать правильные вещи. Вот. В общем, ссылку на него я оставлю под видео, обязательно подписывайтесь. Ссылку на Полину я тоже оставлю под видео. Блогер, блондинка, красотка. Тоже подписывайтесь, поздравляйте с днем рождения. Ну, когда я выложу это видео, это будет уже прошедший день рождения. В общем, время провели круто. Все, я с вами прощаюсь, люблю вас, целую. Пока-пока, до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok